Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добавить еще раз мы продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас посредством ЗУМа в прямой эфир выходит заместитель председателя комитета Рижской думы по делам сообщений транспорта Мирослав Кодис. Разумеется, депутат Рижской думы от фракции для развития «За прогрессивные». Добрый вечер, Мирослав. Добрый вечер. Да, но на этот комитет в Рижской думе, наверное, будет самым таким горячим. И не только, конечно, в свете эксперимента с велодорожкой с улицы Чака, где возникло очень много вопросов. Об этом тоже обязательно. Но, наверное, не могу вас не спросить, будет ли комитет обсуждать, или вы с коллегами уже обсудили. Вот то решение правительства, которое вступает в силу с понедельника, 7 декабря. И оно касается наполнения общественного транспорта. Не более 50%. Очень многие люди озабочены, смогут ли они уехать на работу, поскольку не все свободные художники. И многим надо приезжать на работу в 8 или в 9. Это, кстати, касается и медиков. У многих дежурство начинается именно в это время. Что вообще может Рига Сатексма сделать, Рижская дума, в этой ситуации? Ну, Рижская дума, единственное, что должна делать, безусловно, следовать букве закона и тому, что приняло Кабинет министров, мы должны, конечно, и Рига Сатексма, мы должны, конечно, это соблюдать. Да, с понедельника, это во всем общественном транспорте. Мы запросили у Рига Сатексма, как именно они смогут реализовать вот эту вот норму закона, где только 50%. Как я понимаю, как уже у нас было, кстати, и в троллейбусах, и в трамваях, и в автобусах в марте, в апреле, это когда некоторые стулья были закрыты, какой-то ленты перекрыты, где людям садиться нельзя. Ну, смогут ли они 50% сделать таким образом пассажиров или меньше, или больше, это, конечно, непонятно. Но еще где-то, наверное, месяц назад я спрашивал у Рига Сатексмы, как они справляются с коронавирусом. Они сказали, что увеличить количество транспорта, еще сделать больше, чем сейчас на улицах Риги, они уже практически не могут. То есть могут почти, вот уже весь транспорт у них, и все люди, которые есть, задействованы, они уже ездят. Так что вот такая пока ситуация. Но в понедельник у нас заседание комитета, и мы более подробно уже поймем, как Рига Сатексма сможет реализовать эту норму. Я так понимаю, что, наверное, есть какой-то предел, скажем так, вот этих единиц общественного транспорта, которого можно выпустить на улицу даже в рабочие дни. Да, ну, во-первых, предел, конечно, есть, потому что, во-первых, сколько какие-то транспортные средства сейчас на ремонте, то есть которые ехать не могут. То есть также, как это касается водителей, то есть на каждый транспорт должен быть свой водитель. Это тоже проблема, скажем, в Рига Сатексме, чем они, скажем, немножко так взволнованы, то, что среди водителя тоже есть заболевшие, и вы понимаете, что если будет, это так же среди, как и медиков, если будет очень много заболевших водителей, то не смогут просто трамваи, троллейбусы выезжать на линию. Поэтому нам нужно тоже беспокоиться, чтобы о безопасности, о здоровье самих водителей. Да, и сейчас вот уже, как сказали в Рига Сатексме, сколько уже, почти максимально, что они могут, они уже выпускают на линию. Я просил тоже, возможно ли там, где короткие едут автобусы, пускать длинные автобусы, чтобы людям как-то больше места было. Но они сказали, что они это делают, ну, вот сколько, сейчас возможность какая есть, уже вот практически вся использована. Ну, весной, когда еще была временная администрация, было принято такое очень непопулярное решение, ну, лишить льгот временно, я так понимаю, сеньоров и школьников. Ну, насколько это возможно, что Рижская дума к этому инструменту опять придет, поскольку, ну, многие работающие люди, я понимаю, что это очень непопулярно, говоря, что вы знаете, ну, понятно, что все хотят ехать, но, может быть, сеньорам надо было выделить какое-то время, там, не знаю, с 10 утра до 3 вечера, ну, то есть, пока люди уже уехали на работу, еще с работы не вернулись, ну, чтобы избежать любой в этой конфликтной ситуации, толчаи и так далее. Да, в марте и в апреле это было, потом все льготы были возвращены, сейчас пока не идет речь о том, что какие-то льготы убрать, чтобы сделать таким образом искусственно, как бы убрать какое-то, скажем, количество людей из автобусов. Ну, школьники многие уже сейчас на удаленке и переводятся еще больше и больше классов на удаленку. Что касается сеньоров, пока мы это не обсуждаем, то есть, не было такого вопроса, не поднимался, если с Ригасатексом придет или с комитета, или с департамента придет, мы его обсудим. Но единственное, что мы можем, это призывать людей, и то же самое, что и правительство делает, это призывать людей, что кому не нужно использовать общественный транспорт, лишний раз не используйте. Утром и, скажем, после обеда дайте возможность в это время использовать тем людям, которые действительно необходимо ехать на работу или с работы ехать, то есть, чтобы они могли использовать этот общественный транспорт. Да, а что касается вот этих микроавтобусов, но там места по определению еще меньше, как там контролировать и обеспечить какую-то дистанцию между людьми? Пока это все без изменений. Ригасатекс, мы сделали запрос, я надеюсь, что к понедельнику будет уже, они сейчас об этом думают, то есть, пока я не смогу ответить, как именно микроавтобусы. Они сейчас по субботам и воскресеньям не курсируют, кроме 300 микроавтобусов, все остальные только в рабочее время. Возможно, придется, да. В апреле, ну вот весной микроавтобусы не ездили, то есть, просто их закрыли все маршруты на какое-то время, пока была чрезвычайная ситуация. Возможно, придется что-то делать, да, и в этот раз, потому что действительно в микроавтобусах там ограничивать особо нет смысла, там все рядом сидят очень быстро. Конечно. Да. Что касается вот действительно такой темы, очень как бы темы, которая была прикола на внимание, на днях буквально я видел кадры, где вы тоже сами на велосипеде вот проехались по этой экспериментальной велодорожке по улице Чака. Понятно, что это как бы решение или этот эксперимент вызвал очень неоднозначную реакцию. Понятно, что у автомобилистов свое мнение, ну, может быть, пешеходы меньше задействованы в этом процессе, велосипедисты довольны. Но есть еще один важный аспект, это, наверное, вот сезонность. Я так понимаю, что этот эксперимент будет действовать до апреля, и кто-то может сказать, что мы объективную картинку не получим, потому что не все, даже заядлые велосипедисты, зимой, особенно если пойдет снег, будут выезжать по городу, будут пользоваться велосипедом. Может быть, несколько слов с самого начала, как возникла такая идея, насколько это сейчас все актуально? Да, что касается идеи, то в интернете я видел, циркулирует неточная информация по поводу того, что якобы где-то есть какой-то документ, и в котором четко прописано, что на Чака велодорожки выйти не должно. Это не документ, это только предположение, это неофициальная бумага, неофициальный документ, Рижская дума его не принимала, это какой-то документ, который был написан, или, скажем, предположение, видение развития несколько лет назад архитекторами было предложено, и на то время просто под Чака улицы никто не планировал дорожку, поэтому тогда и вписали, что, возможно, ее не надо. Но есть официальный документ, который был принят Рижская дума в 2015 году, 7 июля, это именно план развития велодорожек в Риге. И там вписаны все велодорожки, и главные, и не менее главные, и там есть велодорожка по улице Чака, то есть официальный документ уже с 2015 года существует. Поэтому, если говорить про идеи, то эта идея была уже давно. Почему именно сейчас? Потому что сейчас летом проходил ремонт улицы Чака, именно не реконструкция, когда реконструкция, тогда мы имеем право, скажем, увеличивать полосы, сокращать тротуар, но здесь был просто ремонт, когда просто сняли асфальт, положили новый и также на тротуаре поменяли покрытие. Вот это еще с прошлой думы как бы пришло к нам, и вот в ноябре этот ремонт заканчивался, и поэтому было именно то время, когда мы должны были решить, мы делаем какие-то изменения или мы оставляем все как есть. Мы решили, что мы не хотим оставлять все как есть, потому что движение на улице Чака было небезопасным, то есть официально по всем стандартам там одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую сторону. Машины сами произвольно создавали там четыре полосы, то есть по две в каждую сторону, это небезопасно. Это и также ЦСДД, то есть, да, вот говорит управление дорожного движения, они тоже свое сделали. Свою оценку улицы Чака, где они так и написали, что как было раньше, это небезопасно и создаются аварийные ситуации. Поэтому вот сейчас в ноябре заканчивался ремонт, и нужно было решать, что делаем. И мы решили, так как все-таки в планах есть велодорожка на улице Чака, ее нужно реализовывать сейчас и начинать это сейчас. Может ли быть такая ситуация, я понимаю, что мы сейчас еще пока гадаем на кофейной гуще, но может ли быть такая ситуация, что, ну, вы придете к выводу, что эксперимент, ну, себя не оправдал в той или иной степени, не полностью оправдал, и надо возвращать, чтобы предотвратить какие-то заторы и пробки на этой улице, одной из магистральных улиц, и надо все-таки возвращать, вот, не знаю, там эти полторы полосы, потому что, ну, я сомневаюсь, что в условиях вот Чаки и плотной застройки вы можете сделать полноценно две полосы в одну и две в другую. Да, две полосы туда и обратно, безусловно, мы не можем. Многие люди тоже говорят, что почему не сделали велодорожку на тротуаре, что он такой широкий. Если вы посмотрите, то тротуар на самом деле не настолько широкий, то есть он пока что широкий до апреля. В апреле на тротуаре планируется установить разные растения, возможно, деревья посадить, поставить клумбы, поставить скамейки. То есть все это будет делаться, начиная с апреля, на тротуаре, и, соответственно, тротуар уже не будет казаться таким широким. Также теперь есть некоторые разделения между машинами и людьми, то есть, скажем, люди более безопасно могут идти по тротуару, на них зимой слякоть не полетит и так далее. Что касается эксперимента, ну, любой эксперимент, он приходит либо к тому, что говорят, да, он у нас получился, либо он приходит к тому, что да, у нас не получилось ничего. Поэтому мы называем это эксперимент, чтобы понять. Самое главное, наверное, здесь, на что я бы обратил внимание, первый приоритет — это у нас всегда пешеходы, и здесь то, что мы перенесли вот эту велодорожку на проезжую часть, и то, что сейчас велосипедисты и те, кто ездит на электросамокатах, они больше не должны ехать по тротуару, они должны ехать по своей велодорожке, от этого безопаснее стало пешеходам. То есть пешеход может спокойно гулять по тротуару на улице Чака, не волнуясь, что сзади кто-то на него сейчас на электросамокате налетит. Это, наверное, самое главное и самое первое. Второе, на что мы обращаем внимание, на что я буду обращать внимание, безусловно, это общественный транспорт. То есть это, наверное, самый главный показатель будет для нас, опаздывает или нет общественный транспорт. Поэтому вот на исход всего вот этого эксперимента, конечно, многие говорят, что сейчас ковид, у нас мало машин на улице, многие говорят, что сейчас зима, велосипедисты не едут. Но мы делаем эксперимент, чтобы посмотреть вообще, как будет с общественным транспортом, и вот от этого будем уже отталкиваться. И также мы не просто сидим и смотрим, мы как бы уже анализируем, уже почти месяц, можно сказать, но официально дорожку открыли повторник, да, ну вот с 11 ноября, как ее начертили. У нас есть специальная рабочая группа, в которую входит и вот я с комитета, и с департамента транспорта, с департамента развития, с Рига, с Атексами люди. И мы собираемся и как бы анализируем все, всю эту ситуацию, думаем, что сделать, может, какие-то платформы для общественного транспорта, скажем, или какие-то перекрестки запретить поворот направо, или наоборот где-то разрешить какие-то повороты, чтобы машины уезжали с улицы Чака. Также уже на этой, либо на следующей неделе должны немножко пересмотреть вот эти светофоры, как они горят, то есть какие-то зеленые линии пустить, зеленые полосы для машины, для общественного транспорта в первую очередь. То есть все время какие-то изменения делаются, и мы вот за всем этим следим, как это все происходит. Да, если быть объективным, что на самом деле и прошлая Рижская дума уже начала создавать велодорожки в центре города, тоже это вызвало неоднозначную реакцию. Все-таки хочу спросить, нет ли такой идеи, или может, это уже как-то в документе, ну, создать такое общее видение вот этого транспортной концепции в центре города. Ну, я, наверное, не хочу повторять эти банальные вещи, что Рига не молодой город, и когда она создавалась, ни о каком таком потоке вообще транспорта не могло быть и речи. Сейчас вот мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся, с одной стороны, и Рига так создана, что иногда миновать центр очень сложно, особенно с учетом всех организаций, которые там находятся, рабочих мест, офисов, магазинов и так далее. Надо людям ехать на автомобиле. Как вот, есть ли такое видение, чтобы, с одной стороны, и велосипедистам, и пешеходам было удобно, и жителям в центре города там с колясками пройти было удобно. С другой стороны, чтобы мы полностью не парализовали в пробках вот центр. Да, безусловно, есть и план развития транспорта в Риге, есть уже вот этот план развития велодорожек, который я сказал, до 30-го года он действителен. Не надо забывать, что сейчас в центре города, в конце как раз, можно сказать, Чака-Мариас находится у нас железнодорожный вокзал, который будет перестраиваться, который уже начал перестраиваться под рейл Балтика. Из-за этого будут большущие, я бы сказал, ограничения в центре города, на улице 13 января, которая станет уже. Сейчас там, по-моему, по три по четыре полосы в одну сторону, она станет уже. Там будут ограничения, там будет строительство громадное происходить. Поэтому пробки, к сожалению, следует сказать, что в ближайшие годы будут очень большие, именно в центре, именно из-за рейл Балтика. Но это придется переждать просто. Когда построят и рейл Балтик, когда там все построят, там будут новые улицы какие-то, соединения новые, будет удобнее всем. Что касается то, что вы сказали, развития самого транспорта, безусловно, но на все требуется время. То есть ничто не может произойти так сразу, щелчком одним. И плюс на это требуется больших денег. То есть в плане города у нас есть Южный мост, который, в принципе, никуда не уходит. То есть с другой стороны Южного моста, можно сказать, такой как бы тупик, который должен продолжаться. С одной стороны будет четвертая часть Южного моста, она будет уходить в Зипникаунс и потом по планам до аэропорта. И в эту сторону, значит, Южный мост, тоже дорога должна соединяться с Земгалагатвой. Дальше вот эта прямая дорога, которая идет сейчас, новая дорога на Ветсмилгравис и вот туда. То есть вот это вот одна из объезжающих, как бы, объездных дорог вокруг города. Это так называемая Восточная магистраль, как мы ее называем. Она тоже, и про нее говорят уже очень много-много лет. Ну вот, наверное, здесь все-таки упирается много в деньги. Ну, если построить вот эту Восточную магистраль, то, возможно, как-то хоть центр немножко разгрузится. Ну и плюс, самое главное, я думаю, что это, конечно, парк-н-райд так называемый. То есть нужно строить вокруг города вот эти стоянки, потому что в центре города же кто создает пробки. Это не только рижание, это очень много людей, которые из Вриги, извне Риги приезжают. Маруфа, Кекова. Многие люди приезжают работать в Ригу и проезжают через город, в том числе по улице Чака, и создают эти пробки. Поэтому вот эти парк-н-райды, это когда, возможно, Рэл-Балтик как-то поможет, что будет новый вид, ну не новый, были обновленные поезда у нас будут ездить, да, еще какие-то, может быть, какие-то трамвайные пути пустить, чтобы люди, приезжающие извне Риги, например, доезжают до Риги, там до Дрейлини или до какого-то другого района, оставляют машину, садятся на общественный транспорт и едут в центр города, как это происходит во многих городах Европы. Вот это вот нам поможет, и это спасет как бы город от пробок. Ну, я так понимаю, что это еще не задача следующего года, с учетом вот всей сложности бюджета города на следующий год. Да, да, это, ну, это по чуть-чуть как-то можно, там мэр сейчас пытается какие-то деньги найти, потому что бюджет Риги на следующий год будет меньше, чем в этом году. Это связано с тем, что вот государство решило, что налог на, подоходный налог на человека, да, как бы он раньше пропорционально Риге, но города вообще все получали больше. Сейчас правительство будет получать. То есть несколько десятков миллионов на этом, как бы, от Риги уйдет в правительство, в страну, как бы, в государственный бюджет, поэтому бюджет Риги на этой ноте уменьшается. Мэр сейчас пытается искать какие-то дополнительные финансы. Да, поэтому, безусловно, в следующем году есть большие планы, скажем, улица, ну, Плаумани сейчас нет, Брунинику сейчас ремонтируется, по-моему, Гертрудеса, да, Гертрудеса в следующем году будет ремонтироваться, то есть обновляться, какие-то велодорожки будут строиться, на Тургенево, скажем, на Дзирново хотят еще вторую велодорожку сделать. То есть какие-то планы есть в ближайшее время, ну, вот, большие проекты, это все-таки очень требует денег. Сейчас будем надеяться, конечно, вот этот так называемый РРФ, это проект, это вот деньги европейские, которые на... Европа дает деньги на борьбу, как бы, с последствиями кризиса вот этого ковидные деньги, как это называют, да, то есть... Что-то, наверное, попадет, перепадет Рижской думе. Да, что-то перепадет Рижской думе, и что-то, конечно, перепадет именно на транспорт, потому что эти деньги в основном дают также и на разные зеленые, идеи так называемые, и мы хотим в Риге ввести вот более такой экологический транспорт, поэтому, возможно, вот с этих денег, которые Европа дает на восстановление экономики, перепадет Рига и конкретно на транспортную инфраструктуру. Мирослав Коис, на студии, в студии, я хотел сказать, в студии виртуально, с учетом всех известных событий, через Zoom буквально пару минут, короткая пауза, потом мы вернемся в эфир. Капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, с уверенностью заявляем, что больше капусты – больше радости. Мы знаем о капусте все и готовы делиться своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на via.sms.lv. via.sms.lv – эластичный заем. Нам доверяют. Широкий ассортимент магазинов «Ценоклубс.лв» на расстоянии нескольких кликов. Закажи на www.Ценоклубс.лв, оплати счет и получи заказ в пункте выдачи на улице Резекнес-3. Будь ответственным. Закупайся ответственно. www.Ценоклубс.лв Вы слушаете радио «Болткома». Продолжаем работу в прямом эфире депутата Рижской думы Мирослав Кодис. Сейчас вот все-таки еще говоря о бюджете, понятно, что еще он только будет обсуждаться. Я имею в виду бюджет Риги на 2021 год. Есть ли какие-то приоритеты с точки зрения транспорта, вообще сообщений, на которые все-таки нужно предусмотреть средства? Наверное, как мне приходит в голову, это, наверное, мосты. Вот это был основной упрек, я думаю, той Рижской думы, что мосты и Брасовский, и Деговский в таком были катастрофическом состоянии. Есть ли вот эти приоритеты? Да, приоритеты есть. Бюджет мы уже начинаем смотреть. В комитете по транспорту конкретно уже в понедельник мы рассматриваем бюджет. И мэр выдвинул три приоритета на следующий год. Это социальные вопросы, благосостояние. Второе – это детские сады и вот постройка новых детских садов. И третье – это транспорт. То есть департамент по транспорту будет один из немногих департаментов, которые в следующем году, возможно, получат больше, чем в этом году, несмотря на то, что общий бюджет сокращается. Да, мосты – это приоритет, потому что из-за мостов тоже создаются пробки. То, что Дегловский мост уже какой год закрыт, там одна полоса в каждую сторону, это тоже создает пробку. И, кстати, как раз-таки многие люди могли бы испортиться по Дегловскому мосту, ехать в центр, а не по Чака. Именно. Но так как Дегловский мост тоже у нас проблематичный, вот это тоже создается. Ну и Брасовский мост, конечно, там тоже большая проблема. Брасовский мост обещают до 2023 года сделать, и Дегловский мост, департамент сказал, что сделает, ну как бы откроет уже следующей осенью, будем за этим следить. То есть там были проблемы и с закупками, но это еще до нас было, то есть там поменяли того, кто строит этот мост, там были проблемы. Будем очень следить, чтобы, конечно, этот мост открыли как можно быстрее. И этот и Брасовский, и следующий на очереди, это мост Вантовый. Он тоже в плачевном состоянии, тоже его нужно ремонтировать. Но понятно, что если Вантовый мост будет закрываться на ремонт, то, значит, должны хорошо работать все остальные. То есть это и Южный, и Островной мост, и, конечно, Каменный мост, где большинство машин поедет, если Бантовый будет закрыт. Да, вот упомянутый Райл Балтик, мы понимаем, что он затронет не только центр, наверное, Пардаугово тоже в значительной степени. В свое время, еще во время предыдущих дискуссий, были дебаты о том, как Рижская дума будет решать, если закроется вот этот переезд, соединяющий Золю Туде и Иманту. Там всегда есть пробки, а если это вообще закроется, то есть придется жителям Золю Туде объезжать в центр другим маршрутом. Вообще, в принципе, соединений между Иманту и Золю Тудем не будет вообще. Вот, наверное, это тоже надо предусмотреть. Ну, я бы не сказал, что его не будет вообще. То есть, когда будет построен Райл Балтик, то это соединение будет. Только сейчас вопрос, где оно будет. Либо по улице Золи Туде, где оно сейчас находится. Либо по Анониму, уже, по-моему, эта улица называется. То есть, это в середине Золи Туде, которая проходит. Либо там будет соединение в Иманту. По правилам Райл Балтика не может быть соединения с дорогой на одной улице. То есть, значит, либо поезд должен идти по мосту, либо поезд, если идет по земле, то машины едут по туннелю. Сейчас рассматривается вопрос именно туннеля. И вопрос, вот, как бы, я знаю, что было тоже обсуждение с жителями Иманта и Золи Туде, где лучше пустить этот туннель. Вот, либо на Анониму, уже, либо на Золи Тудес. Поэтому, ну, единственное, что я вижу, какие-то ограничения, когда, может быть, будут строить. Вот тогда, может быть, на какое-то время будет что-то закрываться. Но вообще, как бы, в перспективе, безусловно, это два больших района. И они не могут не быть соединены. И очень многие люди Иманты, жители Иманты, едут же через, как бы, домой, скажем, с работы, пока у Карла Уймня Гатва, да, и через Золи Туде домой. Поэтому, безусловно, соединение будет. Только сейчас рассматривается именно, как лучше это сделать, в каком месте и в виде чего. Но, скорее всего, что, как я понимаю, что туннель все-таки дешевле для машин сделать, чем поднимать рельсовую ветку на мост. Это очень важно. Да, вы уже упомянули вот этот паркинг-райд, но это больше, наверное, для тех, кто въезжает в Ригу, да, из Рижского региона. Но для рижан, наверное, у микрорайонов это такой бич. Проблема, наверное, номер один, куда припарковать машину. Зачастую у многих уже на семью не один, а два автомобиля. Мы видим, что все дворы заставлены. И иногда даже оперативный транспорт не может поехать. Я понимаю, что Рижская дума начала постепенно эту проблему решать. На свободной территории, которой своему управлению принадлежит, будут создаваться муниципальные парковки. Может быть, об этом несколько слов. Да, сейчас строятся три парковочных места. Ну, как три места. В трех местах, но это не будет три места. Это в Плявниках, это в Имантии, это в Золитубе. В трех микрорайонах. Как? Да, в трех микрорайонах, да. Да, в трех микрорайонах, да. Скажем, в Плявниках это строится на улице Келдыша. Там будет 250 парковочных мест. Сейчас строительство началось, но сейчас на какое-то время чуть-чуть приостановилось из-за того, что мороз. Но, в принципе, за несколько месяцев, как я понимаю, по правилам этого, до июня должны все закончить, все три автостоянки. Но, что, скажем, наше такое, скажем, что мы считаем, и что наш такой позыв в Сырежской думе, что эти автостоянки не должны быть дополнительными. То есть мы не должны давать людям сигнал, что вот мы строим автостоянки, покупайте еще себе на семью по две, по три машины. Такого не будет. Безусловно, если мы строим дополнительные какие-то стоянки, скажем, в Плямниках, это идут именно дополнительные стоянки. В Имонте и в Золе Туда там стоянки строятся для того, чтобы немножко освободить дорожную проездную дорогу, чтобы общественный транспорт мог лучше проезжать, потому что там, я понимаю, что именно с Рига Сатексом были тоже претензии, что машины так припаркованы, что иногда тяжело автобусу видеть, где-то небезопасно. А в Плямниках именно вот... То есть это не сигнал к тому, что давайте еще больше остановили. Да, это не сигнал. И мы сейчас вот как раз рассматриваем вопрос, что делать, если, скажем, на Келдыша построят вот эти дополнительные... Не дополнительные, а на построят стоянки, где можно будет ставить машины. То как мы сейчас рассматриваем, как возможность, как, скажем, вызволить или выгнать, не выгнать, как правильно сказать, эти машины из дворов. Да, чтобы дворы сделать более приятные для жилья. Мы, скажем, летом, я сам не ездил, вот мои коллеги ездили в Вильнюс, и они смотрели, там точно такие же есть районы, как и у нас, вот эти советские постройки, да, с Лябники, Пурсимс, очень, да. И там есть дворы, где именно они убрали машины, построили другие стоянки, не знаю, как они это сделали, они убрали машины из дворов. И в дворах там построены зеленые территории, парки, там, для детей, площадки. То есть вот такое вот, вот хочется, чтобы в дворах, все-таки, когда я выхожу в свой двор здесь около дома, чтобы там был какой-то маленький парк или какая-то территория, где можно погулять, а не машины, а не вот этот звук, не дым от машины и так далее. Поэтому если мы будем строить еще дополнительные какие-то стоянки, не дополнительные, а просто стоянки, то это будет с целью, чтобы из внутренних дворов машины переставить вот куда-то вовне дворов, чтобы в дворах сделать красивую территорию. Но опять же, там везде много, где частная земля, да, поэтому это уже как будем договариваться, будет видно, как это будет происходить. Ну да, сейчас в трех микрорайонах у Рижского департамента есть план еще в пяти местах, в пяти микрорайонах строить, но мы пока это приостановили, мы посмотрим, что они там спланировали, тогда уже решим, будем это делать или нет. У нас есть звонки, я так понимаю, что мы можем и в системе Зума тоже принимать звонки, и наш собеседник их услышит. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, господа. У меня вопрос по злополучной улице Мария-Счака. Когда ее реконструировали? Естественно, реконструировали как дорожные покрытия, как и тротуары. Какой был смысл оставлять такими широкими тротуары, а не сузить их, тем самым обеспечив более безопасное движение самокатов и велосипедистов? И при этом не мешать автомобильному транспорту? И второй вопрос, а был ли смысл в таком, в том, что положили брусчатку там гранитную, которую проклинают все дворники, потому что счищать с нее снег и лед практически невозможно. И ко всему еще она была почему-то закуплена подрядной организацией, которая делала это самое, по цене, превышающей ту же цену, оптовую цену, скажем, в депо, ну, порядка, по-моему, если я не ошибаюсь, процентов на 40. Вот такие два вопроса. Спасибо. 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 Знаете, я не хочу быть из тех политиков, которые говорят, во всем виноваты предыдущая власть, мы хорошие, а вот они все плохие, но в данном случае эту реконструкцию спланировали уже давно. То есть ее даже, если вы помните, начали реконструировать, даже не реконструировать, как я уже сказал, ее не реконструкцию делали, а только меняли дорожное покрытие, начали делать уже летом, мы пришли только в октябре, то есть мы пришли уже к тому, что мы имеем, и когда мы пришли, нам вот уже вот что было, то было, то есть нам пришлось, как говорится, работать с тем, что было. Если бы мы пришли, сейчас снова только-только свеже отремонтированную улицу Чака сказали, нет, давайте все снимайте, будем сейчас сужать тротуары, но это было бы просто лишняя трата денег, и опять же мы были бы плохие, виноваты, что мы тратим деньги. Поэтому вопрос, почему именно такая улица Чака, это следует задавать тем, кто когда-то два года назад вот этот проект создавал. Что касается полос, то улица Чака — это не магистральная улица, и у нас вообще не должно быть в центре магистральных улиц. Центр города не для машин, центр города для людей, для велосипедов, для общественного транспорта, у нас есть магистральная улица Краста и так далее. В центре мы должны как бы уходить от того, что там очень много машин, что каждый едет на своей машине, и в другой раз я вижу часто, что в каждой машине сидит по одному человеку. Это плохо, так не должно быть. Поэтому мы не должны идти к тому, что расширять, скажем, улицу Чака или какую-то другую улицу и делать там прямо магистральное, еще как, скажем, предложил один политик из национального объединения, говорит, на Чака вообще нужно было 70 сделать, но куда еще на Чака делать скорость 70 км в час. Поэтому сейчас то, во что Чака мы видим сейчас, где одна полоса, как и по стандарту, туда, одна обратно и велодорожка начерчена, это тоже, как я сказал уже, что был аудит ЦСДД, которые сказали, что именно в таком виде движение полиции Чака безопасно. Что касается второго вопроса, это, наверное, вы имеете в виду на тротуаре, на тротуаре, там тротуар, да, я, наверное, имею в виду. Я думаю, ты, скорее всего, да, еще о брусчатке тротуарной. Да, на тротуаре, значит, там, насколько я понял по информации департамента, там вдоль края, вдоль края тротуара идет там какая-то специальная плитка или брусчатка, это именно то место, которое вот такая разделительная полоса, по которой как бы не думано, что там ходят люди, это немножко такая полоса, которая разделяет людей от велосипедистов и от машин. Это именно по вопросу безопасности, чтобы не было так, что люди очень близко ходят к машинам и, скажем, грязь на них летит и так далее. Это как такая разделительная полоса идет. Насчет того, что по какой цене закупали, если у вас есть какая-то информация, что кто-то неправильно что-то закупал или кто-то где-то превысил или нарушил какие-то законы, пожалуйста, пишите нам или обращайтесь в правоохранительные органы и пускай они это расследуют, это я не смогу вам сказать. Да, очень много звонков, но, наверное, еще один мы успеем принять. Добрый вечер, слушай вас, пожалуйста. Добрый вечер. Хотелось бы задать вопрос вашему гостю по поводу вот этих мостов даже, да, взять Брасовский мост. Учитывая, что объем, в принципе, и город как маленькая песочница, почему у нас так долго реализуются проекты и строительные работы? Спасибо большое. Ну, может быть, теперь с приходом Новой Думы как-то с наступлением весны все активизируется? Спасибо за вопрос. Я с вами соглашусь. Я сам езжу и на общественном транспорте, и на самокатах. Действительно, у нас это делается очень все долго. В каких-то случаях это все делается неправильно, так же, как, например, я уже высказал свое недовольствие по поводу тех же, вот, скажем, автостоянок в Плявниках, где начали строить, две недели поработали, закрыли кучу полос, и все, и ушли до весны на перерыв. Но это неправильно. Мы не можем так делать. Если вы считаете, что сейчас зима, значит, за неделю до зимы не надо начинать ничего строить. Потому что ушли работники до весны, а как бы жителям Плявников сейчас одна полоса закрыта, и это создается неудобство. По поводу мостов, безусловно, есть что Деглова, что Браса, это большое неудобство для всех, и для общественного транспорта, и, конечно, для жителей. Я согласен. Ну, вот, я буду следить, чтобы быстрее этот Браса Дегловский мост все-таки сделали и открыли. Но, как я уже сказал, там были проблемы со строителями предыдущими, с ними Рига прекратила договор, объявили новый конкурс. Сейчас новые строители, которые должны закончить. Ну, я согласен с вами, мне тоже не нравится, и Чака очень долго, по-моему, ремонтировали. Это тоже ненормально, но будем следить, чтобы этого не было. Да, может быть, такой последний вопрос, совсем мало времени остается. Напомню нашим радиосуществам, что вы являетесь генеральностью, которым партия прогрессивная, но многие путают, что вы входите в правящую коалицию в Рижской думе, в правительстве, всеми вы не представлены, но не менее интересна все-таки позиция прогрессивных по поводу недавно принятого бюджета, всех налоговых, если можно лаконично так все-таки пояснить, с чем вы согласны, а что вас тревожит и категорически не устраивает. Я, может, немножко поправлю. Генеральный секретарь, в 1 декабря я уже ушел, с генерального секретаря, у нас сейчас нового выбрали, потому что именно из того, что в Рижской думе очень много, новые у меня обязанности. Да, я в партии прогрессивно остаюсь активным членом, но вот как бы административные дела мы переложили на другого человека. С бюджетом мы недовольны, мы считаем, что, опять же, мы были недовольны и министром финансов Рейерсом, и благосостоянием. У нас очень много позиций по этому поводу. Мы высказывались, что у нас даже был такой лозунг «ищем благосостояние», что мы пытаемся найти благосостояние, но не находим это благосостояние в этом бюджете. Безусловно, сейчас, наверное, самое главное, что вообще на первой строчке должно быть, это кризис экономический. Он и есть, он связан с COVID-19. Да, мы очень многие люди потеряли работу, и очень многие люди вынуждены как бы сидеть дома и так далее. Но с этим связано, я думаю, почти все семьи затронуло как-то этот COVID экономический. Поэтому я думаю, что самое главное, что правительство должно делать, в первую очередь, это вот этим вопросом заниматься. Я так понимаю, что в сфере культуры тоже очень много людей недовольны. Но слава богу, что вот эти высказывания Рейерса были по поводу того, что если человек получает минимальную зарплату, то, значит, чуть ли ему там не нужно психологу идти и лечиться, почему он так получает. Это тоже все неправильно. Мы все это критиковали. Рейерс, я так понимаю, уже отказался от такой идеи. Но, безусловно, мы бюджетом тоже недовольны. Да, и мы не входим в правящую коалицию в парламенте, поэтому, безусловно, мы их критикуем. Спасибо большое. Естественно, будем с вами еще связываться. И по поводу эксперимента на улице Чак, и вообще по теме организации сообщений транспорта в столице, Мирослав Кодис был у нас в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok